Здравствуйте, друзья! Продолжаем нашу работу над произношением. Сегодня будем работать с маленьким кусочком и учиться говорить, как Ванесса Паради. Конечно, она говорит очень красиво, не все французы, мягко говоря, говорят так, но мы будем все равно пытаться и какие-то небольшие моменты у нее заимствовать, и нам станет лучше понятно, как говорят французы. И будем, конечно же, ориентироваться на самые прекрасные примеры. Но для начала мы с вами посмотрим ее маленький отрывок, как он читается, и произносить его нужно хорошо, чтобы потом уже к произношению переходить. Давайте сначала весь прочту, потом по кусочкам. То есть я знаю, что многие среди вас, вы должны понимать, что вы произносите, особенно мы сейчас работаем с вами с интонацией, со звуками, но вот интонация, она максимально важна. Вы когда все вот эти отрывки будете учить, понимаете, что вы произносите. Дальше. «И другие, которые сегодня не здесь, сегодня вечером, борются за то, чтобы делать фильмы». «Се бать» — «пур фэр дэфильм». «Дэ комбат» — «пур парли д'autres комбат». Такие битвы за то, чтобы говорить о других битвах. «Дэ батай», то есть это такие сражения, баталии. «Пур лэ мусьон», «за эмоцию», в общем смысле. «Пур ла тендрэсса», «за нежность», «пур лури ра», «за смех». Voilà, давайте еще раз. Вы повторяете за мной, вытягиваете, обращайте внимание, что у нас есть такие небольшие единицы, и мы внутри этих единиц все достаточно быстро произносим, и в конце вытягиваем. Я знаю, что многие из вас, вы, вытягиваете. И другие, которые не были здесь, вытягиваете. «Соор», «се бать» — «пур фэр дэфильм». «Ни фэр дэфильм», «а фэр дэфильм». «Дэ комбат» — «пур парли д'autres комбат». «Ба», «ни ба», «дэска», «а ба». «Дэ баталь» — «пур лэ мусьон», «вир», «пур ла тендрэсс», «пур лури ра». Здесь у нас запятыми разделено. Даже если я буду хорошо произносить это на уровне звуков, если интонация будет вот эта русская вниз, когда падает, и такие вот прям очень большие паузы, то это будет по-русски. И так многие, кстати, люди говорят, интонация — это очень сложно, и поэтому мы с вами такие отрывки берем, чтобы мы как раз-таки уже учились интонировать правильно. И постепенно это придет. Давайте посмотрим, если сейчас я попытаюсь прочесть это с русской интонацией, но с французскими звуками. Это очень сложно. Там уже у меня и русские звуки пошли, потому что я не могу так перестроиться, но вы поняли принцип. То есть француз, он вверх часто, практически всегда. Там есть некоторые моменты, как раз-таки в этом кусочке мы увидим такой момент, когда она мысль закончила, и там не так очевидно вверх, а вот немножко вниз идет интонация. Но в принципе... То есть... Это все равно не «сусуар», а «сусуар». И вы за этим должны следить. Вот такие отрывки прям записывайте, следите за собой, повторяйте за ней, прям имитируйте. И давайте послушаем ее, обращайте внимание на то, где у нее образован звук. Это вообще, знаете, такой поток плотный воздуха, который она как бы выдыхает, и вот этому плотному потоку она в конце уже придает форму. Это очень важно. И еще она говорит очень низким голосом, попробуем сделать так же, как она, для того, чтобы просто расширить наши возможности. Не обязательно, что вы потом должны будете низким голосом разговаривать. Давайте послушаем все. Да, то есть ваша задача так оттренировать это, чтобы в конце попробовать, и как будто вы на сцене Сезар стоите и рассказываете со сцены. Можно прям себя записать на диктофон, и, то есть, да, классно, я вот прям как она говорю. Ну, конечно же, так максимально мы на нашем родном языке не сможем сымитировать какого-то человека, но вот то, что вы красивые, нет русского. Вот на нашем первом этапе, первые 20 уроков, мы учимся не говорить с русским акцентом. Это очень сложно. Вы долго говорили по-русски, а потом мы уже будем к другим моментам подходить ближе. Но все равно уже ничего не мешает нам стремиться изначально эти интонации схватывать. И давайте попробуем первый вот эти моменты. «Je sais que beaucoup d'entre vous et d'autres qui ne sont pas là ce soir...» Давайте послушаем, как она работает. Низким голосом сейчас будем пытаться. «Je sais que beaucoup d'entre vous et d'autres qui ne sont pas là ce soir...» «Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous et d'autres qui ne sont pas là ce soir...» «Со soir...» «Ещё ниже, давайте попробуем. «Je sais que beaucoup d'entre vous et d'autres qui ne sont pas là ce soir...» И тут интонация меняется. Она вот эту мысль как бы ввела потом. «Se bat pour faire des films». Слушайте. «Se bat pour faire des films». «Se bat pour faire des films». И она немножко, знаете, так, голос назад. «Se bat pour faire des films». И сейчас будет опять у нас перечисление. «De combat pour parler d'autres combats». И тут красиво очень будет. «De combat pour parler d'autres combats». И смотрите, «d'autres», она сделала такой небольшой акцент, атаку. И всё это на выдохе. «De combat pour parler d'autres combats». «De combat pour parler d'autres combats». И дальше. «De bataille pour l'émotion». И тут она уже как бы запела. «De bataille pour l'émotion». «De bataille pour l'émotion». «Pour la tendresse». И знаете, тут даже такой шум появился, потому что слишком здесь впереди. «Pour la tendresse». «Pour la tendresse». «Pour, pour». Вот этот вот «pour». Попробуйте услышать. Давайте ещё раз этот кусочек. «De bataille pour l'émotion». «Pour la tendresse». «Pour, pour». Слышали вот это? «Pour la tendresse». Дальше. «Pour le rire». И тут она улыбнула сама. «Pour le rire». «Pour le rire». «Pour le rire». «Pour le rire». И как это низко, да? «Pour le rire, rire, rire». «Pour le rire». И тут я даже челюсть немножко вперёд вытягиваю «Pour le rire, rire, pour le rire». И давайте попробую всё произнести. «Je sais que beaucoup d'entre vous et d'autres qui ne sont pas là ce soir se battent pour faire des films. Des combats pour parler d'autres combats. Des batailles pour l'émotion. Pour la tendresse. Pour le rire. Et voilà. Присылайте своё аудио, видео. Это интересно. Надеюсь, у вас получится. Не важно, что прям не как она. Это достаточно высокая, очень высокая цель. Но то, что вы уже словите вот этот вот небольшой флёр французского языка и несколько интонаций, это уже очень приятно. А потом вы добьётесь больших результатов. У нас ещё будет много с вами таких разборов. Постепенно придёте к очень хорошему результату, если будете работать. До скорого!